вы вообще в принципе конечно натуру увлекающиеся как все творческие натуры и конечно женщины влюбчивые вы помните свою первую влюбленность школьную это были те же 12 лет ну я скажу так который сейчас влюбленность я поцеловалась с мальчиком с моим одноклассником лёша мне было 11 лет как раз в классе по математике ловались но потом у меня была такая неразделенная любовь я влюблена была тоже в человеком мальчика трубы старше меня на два года вот но поскольку у меня вообще вся жизнь была такая именно в творчестве и я работал очень много я же пришла болит на училище не имея никаких данных вообще поэтому вот я с 9 или вернее с 9 часов утра до где-то с 7 вечера я была в балетной школе потому что у нас были общеобразовательные занятия со специальными все вместе перемешку скажем так и потом я полтора часа ехала домой и дома с частным педагогом сельвируйте на какой-то к сожалению нет в живых она умерла в один день с моим холмописецкой тоже с моим наставником вот и мы каждый день еще по полтора-два часа работали развивали мои данные там засунули ножки мои чтобы под диван чтобы подъем появился там растягивали шпагаты мои эти ноги выворотности добивались и все поэтому мне честно было не до влюбленности у меня была цель поставлена закончить академию балета с красным дипломом стать солисткой мариинского театра все это получилось меня же мариинский театр даже взяли за год до окончания вагановского училища и причем сразу на положение солистки сделал художественный руководитель театра тогда олег михалыч виноградов вот поэтому не было недовлюбленность а вот первая любовь у меня появилась как раз мариинском театре это был блистательный танцор это был вообще такой мировой артист фару хрузиматов это была первая любовь я очень счастлива я именно очень счастлива хотя так не говорят что у меня именно так красиво начались первые романтики но мамой это тоже не одобря моя мама не одобряла когда мне было знаете даже скажу так у меня первая близость случилось 19 лет как бы это не так рано ведь согласитесь и когда в 19 линова то очень зато у меня сейчас продлилась это вылился в мегагипер сейчас понимаете что но лучше так честно говоря потому что зато сейчас в эти годы это все уже осознанно так вот моя мама когда мне было 19 лет она стояла возле двери вот так у нас уже тогда было я купила маме к тому моменту квартиру на крюковом канале возле маринского театра и фарух за мной приезжал на машине просто приглашал в ресторан не в постель не домой в ресторан и моя мама вот так вот стояла возле двери и говорил только через мой труп а мне хотелось уже снять эти пуанты хоть раз вечер какой-то и уже действительно посвятить время себе потому что вы не представляете какой-то каторжный труд вот так вот фигачить зале с утра и до вечера потом репетиции и это просто еще плюс между тоже поймите не просто было я пришла в мариинский театр здрасте такая ученица вагановской училища вы что думаете меня там все с просто растертыми объятиями приняли конечно нет там все солистки были уже знаете как бы на страже такой куда чего пришла там талантливая молодая из школы конечно это было все непросто меня там кардабалет до принимали очень хорошо солистами было очень тяжело